Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Как повысить качество предоставляемых коммунальных услуг и проконтролировать выполнение работ в сфере ЖКХ? Какая роль и ответственность принадлежит Советам многоквартирных домов в решении этих вопросов? Об этом говорим сегодня и в нашей студии руководитель Самарского ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Владимир Герус. Здравствуйте, Владимир Петрович! Добрый день! Давайте начнем с вашего центра, который вы возглавляете. Какие у него функции и задачи? Наш центр является муниципальным бюджетным учреждением. Называется он ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления. Выполняем в основном две задачи в двух направлениях. Это первое – работа с советами многоквартирных домов. Второе – это работа с ТСЖ, ЖСК, жилищными строительными кооперативами. Наша задача и целью является проведение семинаров, участие в собраниях собственников, участие в конфликтных ситуациях, дача разъяснений по каким-то конфликтным ситуациям. В этом году по поручению главы города нам передали техническую поддержку, которую мы осуществляем ТОСом. Их у нас 76 на территории города. В нашу обязанность также мы стараемся определить какие-то ключевые моменты и вопросы, на которых заостряем внимание. И в нашу задачу входит подготовка печатного материала. То есть мы издаем буклеты, мы издаем брошюры, информационный план, который у нас как раздаточный материал на форумах, при участии в семинарах и так далее. Это вот основные направления нашей работы. И все в сфере ЖКХ? Вот по сфере ЖКХ? Ну, в основном, да, все в сфере ЖКХ. Вы сказали, что вы работаете с советами многоквартирных домов. Что это за общественные объединения? Что они из себя представляют в настоящее время? Сколько их? И как бы вы их охарактеризовали? Какой уровень у советов? Как вообще эффективность их работы определяется? В 2011 году было внесено изменение в ЖКХ. И тогда появился, это было в июне 2011 года, и появился институт, гражданский институт, общественный институт советов многоквартирных домов. В принципе, ворачиваемся к системе управдома, когда управдом являлся надзирателем или смотрящим над многоквартирными домами, но тогда в те времена собственников не было. Сейчас, учитывая, что основная масса по разным домам, где-то есть 100% собственников многоквартирных домов, где-то есть поменьше, они являются собственниками. И поэтому наше государство наделило их правом участвовать в управлении своим домом через избрание советов многоквартирных домов, через избрание председателя совета многоквартирных домов. То есть они участвуют в управлении на общественных началах, они участвуют в управлении своей же собственностью по поручению собственников своих же многоквартирных домов. Ну вот они, председатели, они избираются. И мне всегда интересно, что движет этими людьми, председателями, для того, чтобы такую общественную нагрузку, такую большую работу и ответственность брать. Как с этим обстоит дело? Потому что, мне кажется, существуют проблемы. Или с тем, что они некомпетентны, или с тем, что нет желающих стать председателем и так далее. Ну, проблема существует, естественно. Но проблема в чем? Много, в общем-то, активных граждан у нас. Много. И вот мы, общаясь с ними, проводя форумы, мы на сегодняшний день видим, что за пять лет изменилась структура, изменился возраст председателя многоквартирных домов. Конечно, в большинстве своем это женщины, которые, в общем-то, по жизни активные, которые хотят чем-то заниматься, не хотят лежать, значит, там, перед телевизором на диване, и им нравится вот эта вот общественная работа. Хотя проблем много. Проблема в том, что, значит, естественно, у них нет денег, чтобы провести ежегодное собрание, которое они обязаны проводить, необходимо купить бумагу, необходимо ее распечатать. То есть теперь вы за это взялись? Вот как раз помощь вы будете оказывать? Нет? А, ТОСом, ТОСом вы сказали. Помощь мы им оказывать не можем, потому что, значит, наше бюджетное учреждение, оно само на субсидиях, которое выделяет нам город, да? Есть в жилищном законодательстве, есть статья, которая подразумевает возможность оплаты по решению общего собрания, оплаты труда председателя Совета многоквартирных домов. Но это, значит, только через третью сторону, через управляющую компанию. И, опять же, здесь, ну, есть, конечно, там у них полуподпольные схемы, когда они решением общего собрания, там что-то пытаются там собрать и дать, да? Но, когда человек находится, председатель Совета многоквартирного дома находится независимо от денежного содержания, ну, он проще вообще, с него как-то можно спросить что-то там, а можно и не спросить. Когда, значит, люди будут знать, что они ему платят хотя бы там копейку из своего кармана, это для них будет проблемой. И многие, многие, там были же у нас прецеденты, когда решением общего собрания выплачивалось там вознаграждение, не заработная плата, а вознаграждение, которое в основном шло вот на канцелярские товары там и так далее, там подобное. Люди отказывались, потому что спрос с граждан за свои деньги у граждан, ну, совершенно, значит, другого порядка уже. Да, возрастает. Ну, сегодня председатели, они в чем нуждаются? Вот в какой помощи? От вас? Ну, от нас прежде всего. Вот вы знаете, учитывая лицензирование, которое прошло с управляющими компаниями, заметно снизился вал звонков, да? То есть управляющие компании, на наш взгляд, особенно управляющие компании, которые созданы городом, да, у нас три крупные управляющие компании муниципальные, которые нормально работают, которые, в принципе, очень хвалят. Ну, ИСО, она, грубо говоря, она и управляла, просто без права на это, а теперь получила право. Жилсервис очень хвалят, да, универсал быт очень хвалят. Поэтому, значит, боязнь попасть на лицензионную комиссию и потерять лицензию, она привела к тому, что качество предоставляемых гражданам услуг, оно увеличилось, и, естественно, значит, снизилась вот эта вот социальная напряженность. А мы оказываем по всем направлениям, да, то есть мы проводим семинары, ну, по всем направлениям, которым они касаются, начиная от того, как провести правильно общее собрание, и кончая, значит, компенсациями, которые положены 70-летним по капитальному ремонту, 80-летним по капитальному ремонту. То есть там очень много проблем и вопросов. Да, 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 вот как раз вы коснулись, это очень часто задают вопросы в прямых эфирах о компенсациях для возрастной категории 70-80 лет. Они как приняты, нет, на законодательном уровне сегодня? Да, приняты у нас. Уже есть. Да. Причем в нашем регионе систему, я считаю, что усложнили. В некоторых регионах там компенсация. Плохо, что это компенсация. То есть за этими деньгами человек должен ходить сам. Идти, доказывать, что там приносили документы. Нести документы, там свидетельство о правой собственности, чтобы была там указана площадь, значит, оттуда высчитывает норматив, который у нас действует по Самарской области и в городе Самаре. Должен нести квитанции, показать, значит, что он там все это оплачивает, а потом ему, значит, будет какой-то период времени выплачивать компенсацию, потом он снова опять должен пойти. Может, этот режим упростится потом, со временем, примут опыты других регионов, как говорится, что у нас не очень пока. У вас недавно прошел форум городской, пятый уже советов многоквартирных домов. Задачи и вопросы, которые вы тут обсуждали, очень серьезные. Это взаимодействие советов с ресурсоснабжающими организациями по повышению качества коммунальных услуг. И второй, общественный контроль в сфере ЖКХ. Давайте по порядку. Вот как советы МКД могут, имеют ли они такие полномочия достаточные, общаться с ресурсоснабжающими организациями и еще добиваться повышения качества услуг предоставляемых? Вот как все это выглядит? По большому счету ресурсоснабжающие организации, особенно вот СКС, Т-плюс, это те организации, с которыми у нас очень тесное взаимодействие. Более того, мы в прошлом году совместно с Т-плюс организовывали выездные семинары для председателей советов МКД. Мы возили их с их разрешения, возили на безымянскую ТЭС, там, ТЭС-270. Ну, естественно, всех и все тысячи не вывезешь, но два было семинара, там, где-то по 30, по 50 человек. Им показывали, как это работает, что такое теплоэнергетическая станция, откуда берется тепло, как работает, значит, генератор и так далее. Это все интересно, это все полезно. Но с ресурсоснабжающими организациями, учитывая, что у нас СКС работает на прямых договорах с каждым нашим жителем, поэтому советы МКД, в общем-то, имеют возможность задавать вопросы. И надо сказать, что и СКС, и Т-плюс, они, в общем-то, достаточно отзывчивые люди. Мы поэтому... Ну, раз возник такой у вас пункт, да, вот в повестке, значит, проблемы-то есть. Есть, конечно, позитивные примеры, которые вы приводите. А почему вот это вот вы на общей дискуссии вывели такое вот... Ну, вывели на общую дискуссию, потому что, значит, качество предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями, оно никогда не бывает идеальным, да. То есть, одни рассказывали, как они предоставляют услуги, другие высказывали, как бы, свои пожелания, как, значит, упростить, значит, решение вот этих проблемных вопросов, да. Допустим, по теплу, по угловым, там, значит, этим домам, да. Значит, каким образом составить акт о предоставлении некачественной там услуги, да. Почему воды нет, какая периодичность, значит. Ну, хотя мы им объясняем, сколько может, допустим, СКС не подавать воду, после чего наступают штрафные санкции. Проще, лучше и, наверное, интереснее послушать, в общем-то, от них. Представители этих организаций. И дискуссии, и достаточно этот уровень ее, вы понимаете, мы в прошлом году натолкнулись, мы пригласили, по-моему, СТ-плюс, начальника или замдиректора по сбыту. И вся наша дискуссия ушла в личные вопросы. Да, то, что волнует больше всего. Это неправильно, и так не должно быть. Поэтому вот в этом году мы постарались сделать так, чтобы люди, в общем-то, рассматривали и задавали вопросы, которые волнуют, в общем-то, ни одного и нерядового квартиры, в смысле собственника какой-то квартиры. Да, да, понятно. Вот, ни одного гражданина. В общем-то, как и все. Владимир Петрович, вот среди этих общих вопросов был такой вот очень много нареканий на то, что прежде чем вода станет горячей в кране, ее нужно там какое-то время лить, что прибавляет на счетчик, и деньги тратятся. Вот этот вопрос обсуждался среди общих или нет? Он обсуждался. Вот я к своему стыду, как вот руководитель такого центра, я не могу у себя в Думе решить этот вопрос. Ну, это же на общегородском уровне нужно как-то решать. Значит, руководитель, вот у нас в прошлом году был главный инженер, значит, Т-плюс, Пужай, Рыбка, да, ну, замечательный руководитель, грамотнейший специалист. Он подробно объяснял, почему это. Для того, чтобы сделать, нужно переделывать, значит, все схемы, ну, не все, а большинство схем, там нижний розлив, там, значит, верхний розлив, там обратка, не обратка, то есть у них, естественно, на это денег нет. Когда они меняют свои коммуникации, они уже, значит, вот это внедряют постепенно, очень, конечно, медленно, наверное. То есть после проведения капитальных ремонтов можно вот эту систему изменить? Это должно поменяться. И второй вопрос, серьезный общественный контроль в сфере ЖКХ, проблемы путей их решения, вот тоже всегда, вот мне кажется, что у общественников очень мало таких вот контрольных, надзорных функций и полномочий. Почему? Нет? Потому что к общественникам как относятся? Ну, вот ты представитель общественников. Я считаю, что наоборот, много общественников. Не органов же, а вот общественников. Система, какая у нас выстроена, да, начинается у нас старший по подъезду, общественник, общественник. Потом, значит, идет совет многоквартирного дома. Общественник, общественник. Потом у нас, значит, внедренный институт, значит, общественный совет микрорайона. Общественник, третья ступень. Потом у нас идут депутаты внутригородских, потом идет администрация, потом идут общественные советы. Ну, сейчас, правда, насколько я знаю, при общественных советах, при департаментах они, не знаю, работают, не знаю, нет, но при главе города есть. Потом идет общественный совет при губернаторе, потом у нас есть общероссийский еще народный фронт, и вот эти силы взаимодействия, они решают проблемы. Значит, вот в прошлом году, в этом году поменьше стало, потому что касается капитального ремонта. Капитальный ремонт как-то покачественный стал проводиться, наверное, избирательные стали подходить к заключению договоров. Ну, команда там поменялась, значит, в фонде. В прошлом году вот с общественным народным фронтом ездили, у меня эксперт был, ездили, я не знаю, вы, наверное, участвовали, там разбирались ситуации, ездили по, ну, совершенно беспрецедентно, ужасные случаи вот этого капитального ремонта были. И через общественный фронт, через общественников, там, это все решалось. Медленно, трудно, там, со скрипом, но это все решалось. Поэтому общественные советы, общественники, я считаю, что это на сегодняшний день необходимая, значит, вот прослойка, которая, хотя, по идее, структура должна государства выстроена так, чтобы каждый должен заниматься своим делом. У нас в Советском Союзе хватало одного народного контроля, да? За каждым там был, каждый ресторанчик, каждый магазинчик, за ним был народный. И все этого хватало, и проблем не было никаких. Ну, давайте посмотрим сюжет. Съемочная группа новостей была на этом форуме, и потом продолжим разговор. Вот такие таблички домообразцового содержания появятся на домах Самары, Тольятти и других городов области. Опыт лучших ТОСов и Советов МКД поощряют на региональном конкурсе «Совет нашего дома». Заявок на участие пришло больше ста. Победители выбирали по пяти номинациям. Среди них – организация капремонта, благоустройство придомовой территории, создание условий для жителей с детьми. Здесь отметился Тольяттинский ТОС номер пять, знаменитый своими детскими праздниками. Тетя Таня, когда у нас будет следующий праздник? Тогда мы устраиваем. У нас устраивается праздник на одной, двух, трех площадях для того, чтобы охватить население побольше. Постоянно. В том году мы провели вообще 39 мероприятий. Больше всех во всем городе. Награждение – это скорее приятный бонус. Главная цель форума Советов домов – дать знания, которые необходимы в каждодневной работе председателей. Этот форум уже пятый. Его организаторы отмечают – за эти годы грамотность ТОСов и Советов многоквартирных домов заметно выросла. Они начинают говорить с управляющими компаниями на том языке, который те понимают. Это самое главное. То, что меняются собственники, меняются председатели Советов домов. Поэтому обучение с ними должно постоянно проводиться, то, что в принципе и делается. Однозначно, это важно мнение представителей Советов многоквартирных домов при планировании текущих работ, проводимых управляющими компаниями на доме, обсуждения с ними финансовые составляющие расходы. Повестка этого форума сложилась из самых актуальных проблем. Работали две дискуссионные площадки. Председатели МКД вместе с экспертами обсуждали общественный контроль в сфере ЖКХ и взаимодействия с ресурсоснабжающими компаниями. В самом начале программы вы озвучили такое словосочетание. Общее собрание тоже очень проблемное, наверное. Насколько я слышал, очень трудно собрать собственников жилья. Добьется каких-то процентов. Мнение вообще по какому-то тому вопросу или иному собрать. И вы сказали, что вы с этим работаете. Вы учите председателя, как это правильно делать. Вот как это правильно делать. И я хотела бы даже, чтобы вы позицию озвучили, как к этому должны сами собственники относиться. Потому что не только с председателем работать нужно, а и до собственников доносить. Почему это важно? Участвуйте вообще в этом самом процессе. Потому что есть такое мнение, Владимир Петрович, что вот сказали, что от общих собраний все зависит, от решения общего собрания. И как бы от себя вот много проблем отстранили, а все на собственников жилья перевели все стрелки. Вот что собственники не собираются, проблемы не решаются. Это же тоже существует такое мнение. Вы с этим как-то согласны? Как вы с этим работаете? Ну, во-первых, мы поясняем, каким образом должно проводиться собрание. Ну, я считаю, что участие в общем собрании – это обязанность каждого собственника. Вот, обязанность. Обязанность. Это за то, что собственник не пришел. Нет. То есть это, по большому счету, это его право. Но обязанность их всех собственников обязательно провести собрание. Ну, вот самые заинтересованные лица – это же собственники, получается, жилья. Но в результате-то мы же все заинтересованы в том, что… Ну, вы знаете, если всех все устраивает, ну, чего я туда пойду, да? Ну, наверное, так, да? Хотя он обязан туда прийти. Сейчас упростилась эта система, ввели очно-заочную систему проведения собраний. То есть она упростила само проведение собраний, да? Если очное, наочное. Ну, мы четко представляем, что в очень конфликтном и вот в таком вот разозленном на всю жизнь и на всех доме можно собрать вот это вот, да? Когда они там вот конфликтуют все, у них идет борьба за эту власть. Она есть, да? У нас есть дома, в которых есть управляющая компания, значит, в двух подъездах одна, а в двух подъездах другая есть управляющая компания. Есть, где там создают ТСЖ в одном подъезде, в другом там ТСН создают. И так далее. То есть такие конфликтные ситуации. В основном, когда все ровно, тихо, гладко и идет в текущем режиме, ну, собственнику, в общем-то, по большому счету неинтересно туда ходить, хотя он должен. Значит, очную собрать сложно. Заочная, ну, тоже там этот. А заочная что значит? Значит, это, то есть, представители вот Совета МКД ходят по квартирам, собирают мнение? Вот это называется заочная? Или как? Значит, создается реестр, да? То есть раздача этих документов. Выдается уведомление, значит, удается повестка общего собрания. И, значит, и решение, за которое голосует собственник. Устанавливается десятидневный срок сдачи этих бюллетеней обратно. Там определяется место, либо в какую-то квартиру, либо в какой-то почтовый ящик. Это вот заочная. Но самая сейчас, ну, быстрая и, как бы, действенная форма проведения общего собрания точно заочная. То есть объявляется очное собрание, дата проведения очного собрания, раздаются по почтовым ящикам, по реестру с уведомлением, в котором, значит, каждый должен расписаться, что он получил эти документы. И потом собираются очно-очники, актив, подсчитываются голоса очных, кто пришел, собственников жилья, кто на очный пришел. И подсчитывается заочное голосование всех остальных собственников жилья. Это действенно, это всегда практически проходит. Там в 90% случаев такие собрания. Ну, естественно, нужно документы оформлять правильно. Чтобы их оформить, нужно либо позвонить, либо прийти к нам в центр. Мы все объясним, проблем нет, дадим все методические рекомендации, как это все сделать, вплоть до точки, запятой, где это нужно поставить, чтобы потом никто не опротестовал это решение общего собрания. А теперь вот хотелось бы услышать основные функции и даже обязанности председателей Совета ФМКД. Вот их работа, усилия прежде всего на что направлены? Чтобы мы тоже понимали, что можно спросить, о чем узнать и так далее. Все, что угодно, что поручит общее собрание. Опять же, по результатам общего отрабатывается? Конечно. Таких обязанностей, которые были закреплены, значит, помимо решения собственников, у председателя нет. То есть могут решением общего собрания поручить быть уполномоченным представителем при подписании, там, и с выдачей доверенности, при подписании договора с управляющей компанией, при работе, при приемке, значит, документов от фонда капитального ремонта, при рассмотрении СМИ, по подписанию, значит, актов выполненных работ. Ну, вот такие. Все то, что решит общее собрание, по решению общее собрание, он наделяется полномочиями, потому что общее собрание является как бы вот в доме, в многоквартирном, в высшем органе. То есть мы знаем, что проводится капитальный ремонт, какая-то вот ступень, да? Мы делегируем старшему по дому вот эти полномочия, чтобы принять, проверить, проконтролировать, организовать вот это проведение. И потом уже можно за это спросить, все ли хорошо узнать. За использование общего имущества. Конечно, он не отвечает. Вот обычно, ну, многие путают, значит, вот свою собственность личную, да, грубо говоря, лампочка, почему у меня не горит в квартире. И общая задача по поручению общего собрания председателя МКД следить за правильным использованием общего имущества дома, да? То есть, может быть, там, с аренды его, там, через управляющую компанию определяют. Ну, вот такие вещи. Но это все касается исключительно общего имущества многоквартирного дома. Скажите, пожалуйста, как отрабатываются вот эти заявки? Ну, вообще, вот все мы живем, ну, вот опять же, та же лампочка, да, вот там перегорела в подъезде. Или козырек перекосило, или там ступенька стала разрушаться, бетонная или какая-то там каменная. Вот как идет механизм отработки вот этих предложений и жалоб от собственников жилья через, может быть, председателя вот эту вот организацию? Ну, через председателя можно. И потом это не обязательно через председателя. Если лампочка на подъезде не горит, есть ЖУ, есть управляющая компания. Причем во многих управляющих компаниях работает, и причем действенные, оперативно работают колл-центры, да, и причем заявки, допустим, в ЖКС, заявка там по личному знакомству или кому-то в ЖУ напрямую, она и не принимается, значит, рекомендует позвонить в колл-центр, потому что... Чтобы зарегистрировать вот этот вот сигнал? Конечно, идет регистрация, идет запись этого разговора, и потом, чтобы отконтролировать, как выполнена, в общем-то, эта заявка. А так, все вопросы, которые возникают, если собственник не хочет сам позвонить к председателю Совета многоквартирного дома, у которого все есть телефоны, особенно в аварийных случаях, конечно, ни колл-центра, ничего, нужно звонить в аварийную службу управляющей компанией напрямую, и они, в принципе, обязаны все это сделать. Потому что в том же дворе возникают дельные проблемы, а двор не относится к территории, которую контролирует председатель, нет? Или тоже дворовая территория? Ну, смотря как они оформили землю, если они оформили. А, если оформили, тогда уже... Если они оформили землю, они отвечают за нее, это раз, а потом, если они оформили землю и имеют возможность там что-то сдавать в аренду, там, это вот их право. А так управляющие компании, внутридворовые проезды... Хотя у нас есть постановление прошлого года, которое гласит о том, что это касается ТСЖ, там, ТСН, ЖСК, которые, значит, в общем-то, и идет через договора с внутригородскими районами, что ТСЖ отвечает в районе 100 метров от своего дома в разные стороны. Хотя, в общем-то, это через... Пытались они через арбитраж оспорить это, ничего не получилось. То есть арбитраж признал постановление, в общем-то, законным. Отвечают и все. Отвечают и все, да. Хотя они и так-то, в общем-то, отвечают. Вот посмотрите, где есть ТСЖ. Там обязательно есть детская площадка. Там обязательно есть... Ну, в большинстве своем, будем так говорить. Значит, есть зеленые насаждения, есть деревья. И это, ну, не 50, не 30, а может быть, где-то даже больше. То есть вы считаете, это самой эффективной формой управления имуществом ТСЖ? Вот, судя по-вашему... Я считаю, что да. Да? Я считаю, ну, не ТСЖ сейчас этот... Сейчас они называются ТСН, товарищество собственников, недвижимость. То есть это сути не меняет. Да, сути не меняет. Ну, хочется всегда понять механизм отработки. Вот то, что не устраивает, и как это правильно решить эту проблему. Допустим, вот стоит машина годами, десятилетиями какая-то вот уже во дворе, и стоит ни председателю она не мешает, ни собственникам. Должны же быть какие-то механизмы решения вот элементарных каких-то проблем. Механизмы есть, и надо отдать должное нашей городской администрации совместно с внутригородскими районами. Там наряду с киосками вывозят, ежедневно вывозятся машины. То есть это просто очередь не дошла. Идут объявления, да, практически, ну и не в каждой, если газете, то частенько в газетах идут масса объявлений, где указывается адрес, где машина стоит, там, марка, там, если ее можно разглядеть. Дается время собственнику обратиться, если нет, они ее вывозят на стоянке. То есть город очищается достаточно на это. Понятно. Владимир Петрович, а вот вы общаетесь с председателями Советов МКД, они сами на что, не то что жалуются, а говорят, вот это бы нужно решить. Или вот жители к нам подходят, но мы совершенно там к этому не имеем отношения. Вот что они поднимают? Какие сейчас проблемы и темы? Ну, проблему поднимают, с одной стороны, нехватки денег, то есть отсутствие средств, это раз. А потом, ну, проблемы у разного по-разному, да. То есть новые люди, которые становятся. Ведь в основном там, законно, да, если в договоре, там, или решением общего собрания иное не принято, то председатель Совета Многоквартирного Дома вместе со своим правлением избирается на два года, да. То есть некоторые вот попадают в какую-то ситуацию. Ну, подписал он капитальный ремонт, да, который прошел. А он, значит, одному нравится, другому не нравится. Ну, это естественно. Он говорит, ну, ладно, все, до свидания. Я пошел. Он ни перед кем, значит, не обязан, он никому не должен. Ему обходной листочек подписывать не нужно. Приходит новый человек. У нового человека возникают все те же вопросы, которые возникают у любого человека, который начал заниматься совершенно незнакомым новым делом. Поэтому вопросов масса и по всем направлениям вопросов. Но вы информационную работу, в общем-то, с ними как раз проводите? Все это разъясняете? Мы, информационная работа у нас начинается, да. То есть мы озвучиваем каждый год в начале года или в конце года, на текущий год мы озвучиваем темы, которые бы мы хотели зачитать на лекциях, на семинарах для председателей Совета многоквартирных домов. Но они пользуются спросом среди председателей вот эти семинары. Это действительно важно? Конечно, да. Мы отдаем этот запрос в администрацию. Администрация совместно с ТОСами, совместно с ними. Мы составляем ежегодный план проведения этих мероприятий и выполняем. Ну, бывают, конечно, случаи, когда там бывают переносы, но в основном мы перевыполняем. Особенно вот в этом году по заданию главы города мы очень много рассказывали о реформе местного самоправления. Причем ведь на лекциях и семинарах не обязательно говорить о том, что творится в системе ЖКХ, да, а можно поговорить и объяснить людям, что у нас в городе творится, как у нас ремонтируются дороги. Значит, что дороги наши стали ремонтироваться в комплексе, начиная от дороги, бордюра, тротуара, зеленых насаждений, да. Значит, сколько спортивных сооружений построено, что какие и уникальные школы у нас, значит, введены в этом году в эксплуатацию, что у нас очереди в детские сады. Ну, и так, и это все интересно. И я считаю, что это, ну, наверное, каждый должен знать. А если мы говорим председателям и членам Советов многоквартирных домов на лавочке, они обсуждают и говорят, конечно, в каждом районе своя проблема. Одному нужна школа, другому парковка, у третьего вода плохая. Все, спасибо большое, у нас время закончилось. Понятно, как вы работаете с председателями. Успехов вам в дальнейшей работе. Спасибо и вам за внимание, до свидания. Спасибо, что я люблю.